И возвращаемся мы после конкретного такого серьезного матча и первой встречи команды Итс против Мека, но это целый аж Best of 3, и это эти не слабые конкурсанты покажут нам еще серьезное выступление, я думаю. Вторая игра этих же команды и Леон, и Цим, Блдъясенфайр, Лавенсталф, Доминейшн, Эвердрим и Влади, и почти, почти с двумя рапирами в первой игре они сопротивлялись команде Мека, но все-таки нетушки, проиграли. Флсноу, Ли, Реджендо, Модфеникс и Бэйби, Крим, он же Мурен одержали победу, но на самом деле, если такое же количество ошибок у ребят будет и в этой игре, которую мы посмотрим сейчас во второй игре этого Бо-3, то не факт, что они осилят 2-0 над Итсами, и Цим все-таки очень сильная команда. Их откровенно перепикали, в связи с чем лайн-фаза не удалась, и дальше игра пошла не по самому, скажем так, удобному для них плану, но все же, все же команда очень сильная. Я также представляю своих хокастеров, это Гесху, он же Генка, и карбюратор, он же Борька. Йо. Йо. Да-да. Борян, вставляй микрофон обратно в рот сразу, чтобы не было больше катаклизмов. Да-да-да. И приступим к мощнейшей аналитике от нашего 1500 сквада. Инженер, Лоудстоун, пи-э-э-стилен для яйцов, неужели баф 25% Баша так решал прям вдруг? Или что-то ребята знают? Больше минус армор, скорее всего, против пи-э-блстоун. На сути, так умирает быстро, будет быстрее складываться. Ну, Моа, пеблес-бублес. Учитывая то, что в прошлой игре пи-э-блс у яйцов вообще никак не получился, посмотрим, как нам его теперь покажет Мека. Ну, пока что, пока что, я думаю, у него мощнейшего прям сопротивления на мидллайне не должно быть. Пи-э-блстоун против пи-э-блстоун, ну, даже, допустим, Моа, да, в текущем раскладе. Достаточно равной линии, причем я думаю, что пи-э-блстоун в состоянии даже это обыграть. Ну, на самом деле пи-э-блстоун посильнее будет, чем инженер пи-э-блстоун на первых уровнях. Да, после шестого там уже так. Да, там уже будут сюрпризы для пи-э-блстоун. Ну, он просто удивится, когда по голове будет по 150 получать там на каком-то шестом-седьмом левеле. Ну, просто они еще усиляют свой мидлайн паразитом, который может когда угодно выйти на мид. Угу. Осталось для Мекки выбрать, по сути, керри, да, Эфл Сноу должен выбрать, кем будет он играть против Дампира, на котором, к слову, Эвердрим достаточно силен. Хочу вам сказать, что игра была вот на Дампире, он выступал когда позавчера, и это было неплохо. Конкретно его действия на Дампире были суперскоординированы. Вот очень он все таймит отменно, классно очень используется вторым скиллом и для сейва, и для нападения. Ну и при этом покупает ПК и не бегает с ним 25 минут, так, не скажу кто. Мы знаем о ком-то, догадались. Вот сейчас посмотрим. Я думаю, что в этой игре Портал Кейн себе не доверит уже. Эфл Сноу, я думаю, что это будет какой-то... Кто тут хорошо подбаблся, кто тут нужен, да? Да, да, там, в общем-то, даже... Да, ага, может быть, вполне. Хорошо смотрелась Бум Квина, но Блесс ее, по-моему, как раз предусмотрел. Да, там Паппетон в бане, что меня больше удивило. А ТФЛ Сноу причем? Да, то есть, блин, такой... Ну, герой хороший, но бана не стоит, как мне кажется. Не стоит бана. Кстати, им сейчас смотрелся он хорошо, именно... Да, против Бабблса, который именно стоит. Да, вот они когда пикнули Бабблса, они хотели пикнуть, но не думали, кто может задоминировать его на лайне. Ну да, Хага, как я и говорил. Там Хага, КД, что-нибудь такое хорошо смотрелось бы. Ну, КД, может, даже лучше. Но Хага тоже неплохо против Лодстоона. Лодстоона, как Саня вам вчера рассказывал... Плакался прямо. Да, у него есть опыт за Лодстоона против Рэчит Хаг, против парня, у которого 5 аккаунтов, 2 кнта. Он показал то, что там выиграть невозможно. Действительно, но это непоказательно. В то же время Сашка хвастался, что на Горенке Лодстоона у него вообще никто не может поработить. Это только от Певи его пенетрировал. А так вообще сам по себе он очень крут. Но и Лодстоон действительно очень хорош. И один на один он напряжный против многих. И я не думаю просто, что тут кто-то, Флсноу на Хаге покажет, как Сашка вчера говорил, 40 на 40 по крипам и будет в 3 раза обгонять по левелу. Ну да, там скилл все-таки решает. Я думаю, Саня не обидится, если скажу, что Певи посильнее его индивидуального скилла. Вот-вот. Тут, ну, Певи посильнее, чем очень многие. Я в этой игре, я думаю, ну, учитывая то, что Everdream интовый игрок, но до 2к он не дотянул, даже он, я думаю, не претендует. Но все равно Хага имеет адвентаж, конечно. Имеет, да. Все-таки намного проще стоять Хагой, чем Лодстоуна на Харде. Ты сам по себе-то факт, хардлайн, изилайн, там, пить половины героев буквально баф. Бается только одним расположением лайна. Так еще и сам по себе герой посильнее. Ну, Тенжек Пестеланс, конечно, тоже опять жуецов такой пик. Если он не заиграет в первую минуту на ладинг-фазе, то им очень сложно будет возвращаться. Ну, опять, кстати, у них Лейтау куда сильнее. Кстати, Реджендо, может, на мид даже пойдет, что-то так спонариваю, не вон вроде сместились все вниз. И, судя по закупу, там даже скорее будет баф-босс соло-мид. Соло-мид баф-босс, да. Ну, хорошая идея, на самом деле. Пестеланс он убивает, поэтому если Инженер идет в бот, то Бабблс... Ну, если проиграет Пестеланс, я разочаруюсь Бабблсом. Потому что я не вижу вариантов, как Пестеланс убивает Бабблс, но вот как Бабблс его, вариантов просто куча. Ну, даже если не убьет, то, по крайней мере, крипам должен, как бы сказать. Ну да, то есть по крипам должен выигрывать Бабблс. Там и рун-контроль, и АОЕ-спел, которым фармить можно, кидающийся там с миллиона у рейнджа. Плюс Паразит еще, не будем забывать. То есть, вариантов на ногу Бабблса лучше. Хороший пик, на самом деле, у Мекки. Такой все ровненько, все. Не то, что он нравится. Но он больше на early game, mid game. Ну да, mid game, mid game. Не рассчитан на uber late он совсем. То есть, в uber late, в таком глубоком late, да, конечно же, Пести сильнее, Дампир сильнее однозначно, это точно. Там уже Пестелан даже закерит, если Дампир не сможет. Как-то так, в любом случае, удивились, наверное, и ЦИ сейчас с Соло Бабблсу тут же должен осторожничать Дампир внизу, понимая, что против него серьезное противостояние. Но, с другой стороны, Энджи уже, уже, Ань, Даминейшн побежал вниз. И трипла, Вудуджестер, Инженер, Дампир может оказаться не сильно и плохой. Достаточно эффективный против этих двух. Тут будет зависеть от выхода паразита. Если он выйдет вовремя, тогда они могут даже проиграть трипл. Да, ну, с другой стороны, если они даже проиграли трипл, то может паразить даже Бабблсу за гангой так, что он там будет на 13-й минуте с дайгером 10-го уровня и просто всю карту будет фейс ролить. Поэтому тут паразит, конечно, очень, очень все от нем будет сильно зависеть. Как же изображает ошибочный закуп паразита без сапога. Чужом лесу все-таки он необходим. Наверное, не рассчитывал на чужой лес. Выход паразита будет нам нужно инициировать Вуджестера. Попался-таки станом, это уже казахстан, что ли, промахнется. Буду точно. Хорошо, стану. Хорошо, стану за тайминг. Супер тайминг. Паразит ферзблат, это, кстати, тоже может решить. Есть сапог и чалис, это очень сильный. Ну, конечно, Ману, конечно, Ману, конечно, Ману, феникс, заюзал зря. Так, вот теперь он и чалис не может заюзать, и стоять. Так, будешь побольше. Не рассчитал он свою большую радость на такие скупки. Его выход все-таки принес успех. Хотя, это не смерть Дампира, но все равно очень приятный был глаз для команды Хеллборна. Причем, я думаю, ицы догадывались, то, что... Я думаю, не настолько, мне кажется... Ну, приятно, выжиг Ману Доминейшена. Что? Должны были ждать паразита, нельзя так выходить на лайн, там, в деревяшках застревать, как сделал в лес. Тем более, он еще продал, по-моему, вещи. От Доминейшена неудачный вард. Его сейчас снимет. Так, и Бабл сгоняет, присоединяется на миде, как мы делали, или как и должно было. Если бы... Ну, по Крепам-то не нормально. По Крепам нормально, но бьет лицо больно. Лоллстон нужно разводить, нужно на блинг, хага. А че нет? Передумал Редженда, увидел Крепов и убежал. Непонятно почему. Или почему, потому что Лоллстон правый, подумал, что может его здесь. Смотри, паразит выходит на мид в Кэтмане. Нужно убивать, нужно. Да, да, да. Хороший фраг. Вообще хорошо, 2-0. Это, кстати, второй Долго паразита. Причем убили Пестинтенс, у него есть Ботл, но нет ТП. И сейчас или саппорт им будет покупать ТП, либо он потеряет просто 2 пачки крипов. А счет того, как она активно пушится, обычно она лайн-тепится смысла нет, да. Конечно, сейчас лаванстав вообще все плохо. Впрочем, как в прошлой игре. Когда он придет на мид, там, вот сейчас Бабблс будет почти 5-го уровня. Ну, не почти, конечно, но все равно... Буду снова опять с Минотавром, по нему въезд. Дампир пытается как-то засейвить своего саппорта, но опять это не приносит никакого результата. Фраг для Ли. Инженер что-то там тоже как-то хотел что-то, не вышло. Ну, Дампир, правда, фармит. Да, я же говорю, Блесли его забирают. Дампир отлично справляется с Крипанием. И вроде бы как хорошо, что фраги, но плохо, что они не Дампира забирают. Да, но... Переплата против него ставилась, правильно же? Забирает, что фраги еще заброшат достаточно. Да, то есть Фраги тоже фраги забирает, то уже успех. Наверху Хага там, в принципе, выигрывает лоудстоун, особенно по XP. 5 на 4, так... Фулсноу старательно очень подошел к вопросу. Да, да. Ну и на миде Баблз, вот опять же, все руны контролят за счет серфа. И... Я без синтеза даже не знаю, зачем Ботл, потому что... Я сомневаюсь в контроле рун. Чтобы стан давать, видишь, что... Раз, три раза дали стан, чтобы... Да. Ну даже... Не знаю, по-моему, даже сапог бы купил и просто носился бы по лесу в поисках паразита. Иницирует на Баблзе. Получится, кстати, что-то Баблз точно умрет. Попробуй ли забрать, что. Он может разменять. Ну, на воду джестер, наверное, разменяет. Да, точно умрет Вуду. Хотя... Хотя неплохо. Неплохо. Нужно еще убивать кого-нибудь без сапога инженер, можно долго цеплять. И убили бы, мне кажется, паразитом Баблзе. Ну, плохой обмен. Первый фраг Льона, да, и смерть Паблса, которому мы вроде как пророчили хороший фарм. Сейчас в фазе будете паразитом взятых на Баблзе, пока докаплют. Еще момент такой, то, что... О, на первом ряду сейчас. В первом ряду. Гега неплохая, но что же сможешь сделать, кроме как умереть? Мод Феникс, сериал киллер, лов. Ну, паразит в фраге, это, конечно, тоже сильно. Когда он с кодексом выйдет. С такими раскладами, да, этот кодекс будет буквально через... У него 400 гп, до 10 минуты это будет кодекс. Это не тот кодекс на 21 минуте, который ничего не делает, а. Кодекс, где когда саппорт и в трепле, и без экспы, в экспе и мега вообще очень сильно будет выигрывать. Надеюсь, на сейчас нет крипов. Ну, то есть он на ганг не фармил, а оставлял точки. Нужно стакнуть хотя бы. Вуду, найдут паразита. Умрет. Ну, кстати, да, тут курса, второго лэла. Он может залезть на крипа. И все, курса, собственно, дальше не бьет. Айцы игнорируют это как-то. Даже не пошли к крипу, не стали его как-то разводить. И за крипа упадет с него курса, выживет. Вот Феникс, с него было бы, кстати, много денег и много экспы. Сейчас могут мега сделать еще громаднее. Они могут слапнуть пеблс и на мид. Они сделали свою задачу, в принципе, там внизу. И паразитов, алисов. Да, и баблс там вниз, пускай, ладно, там что, он шестой урни. Я думаю, он против двух левельных саппортов, он еще убивать их там будет. То есть если мега сейчас свапкается и начнет давать фарм пеблсу, то не все будет хорошо. По графикам и так все выглядит неплохо, но надо еще смотреть. Инвиз баблс палит, конечно. Не, он не спалил, по-моему. Он все равно подвижил. Да, то, что ботал его за ботал. Хотя там вард стоит, поэтому. В принципе, нельзя так. Про вард не знали. Видят, нельзя. Просто ушли все ицы моментально под вышку. Пеблс на миде там тоже. Да, эффективный фарм, да, и цов сейчас четвером стоят под таврами вдалеке от крипов. Такое, выглядит грустно. Баблс не может за тайковерить. Она на тайковерту, да? Да, 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 да. Ну сейчас, вот сейчас нужно свапать пеблс на миде, пока баблс нападет домой. Седьмого уровня, ну, внизу он там, я говорю, будет убивать там спокойно этих саппортов. Да и Дампирус может даже убивать сапогом красным. Поэтому нужно срочно свапаться. По-моему, ребятам эта мысль даже не приходит в ближайшее время в голову Лоудстоуна. Хорошо гоняет и Филсноу, но похоже, это будет лайтбренд на нем прямо до всего. Влади, Влади, Влади! Не знаю, что там. Хотел бы. Он сейчас умрет, он сейчас умрет. Хага умрет. Хага должна умирать. О, не хватит. Да, будет на хасмэш. И могли обменяться, могли умереть оба. Внизу тем временем драка забрали, забрали Вардрима. Пеблса сейвит Моа. А вот что значит лвла на этих на саппортах, так гергане. Пеблс все равно умирает, но все-таки. Ботл нельзя пить под ультой Моа даже. Все равно как демаж проходит. Хотя в этом плане, конечно, Мараксус только чит. Только Мараксус. Демаж никакой не проходит. Ну сейчас, конечно, такой момент, что по крипам выиграл Филсноу, но по гпм формально, ну, чуть-чуть больше. 200 ватт с гпм изи-лайн керри, это не должно быть такое. Это вообще маловато, честно говоря, да? Да. Ну, Пеблс, конечно, нужно срочно свапать. Нужно его свапать. Он без фарма ничего не сделает в этой игре. Как и в прошлой будет. Ну, пока еще ничего не проиграно, да? То есть 8 минут у него все более-менее по плану. Ну, 12 минута не получится, ну, там какая-то 13-14 минута ПК должен, должен на нем появиться. Ну, просто они так усиливают свою фарму, если они свапнут его. Владик, конкретно агрессировать, начал по хаге. Сейчас умрет. Выглядит проигрыш, значит, честно говоря. До свидания. А чё? А чё ж? Мог же. Мог же, лол. Ну, выгнал, ладно, но мог же их бить. Не доигрывает, конечно, Филсноу. Кстати, Филсноу сразу испугался и на накопленные деньги после смерти уже вкупился тему ци. А мог, он же даже возле магазина тусил, даже тогда мог с тему купить в сборе. Хотел Lightbrand видимо просто. Угу, очень хотел Lightbrand и из-за этого отдался. Ну, просто тот Пеблс, он крипам не подходит, вот это вот и вот эти 220 гпм, они для него будут всю игру еще, если ничего не будут делать. А Баблс там, ну, конечно, Баблс чё-то тоже мало фарму, если честно. Как-то. Как-то не то, что я ожидал. Крипам-то он даже... С ГПМ и низкие вообще по карте. Да, только паразит там. У тебя паразит потерялся тоже в МНБ и дальше разгоняться в лесу чисто. На топе воду джестер. Между прочим. Чё сделает? Баблс, Баблс, убирает. Да, умрёт. Ну, вот это вообще нельзя делать. Такие именно лалки. Ой, хорош. Задо джо. Это было неплохо, но, к сожалению. Хагу там. Наверное, с кастовая может умереть. Нет, не умер, как бы. Тут в крипах затесался чей паразит. Хага должна выжить этот рассказ там внизу. Внизу убили доминашн. Задавили доминашн. А где вообще в Эрдрим? А, его тоже хотели забирать. А он красный уходит. Угу. Домой. Вот этот ганг в джестера на топ принёс 2 килла лайна. И лолдсона убили, и внизу убили. Беда. Ну, конечно, Баблс, что умирает от пестилансов, сэллмит, я думаю, уже стоит всё-таки сварнуть туда пеблсы. Потому что если Баблс там умирает и не фармят. Ну, имхо... Пеблс там тоже будет умирать, нет? Нет, в принципе. С даблой нет. Да, там ещё поразительно. С даблой нет, а сэллмит тоже. То есть намного... Это уже пестиланс намного проще гангить. То есть когда ты даёт пеблс там, туда молдь даёт стан. И ещё паразит уходит. То есть пестиланс умирает. Атака у пестиланса будет быстрее ПК на миде, чем у Баблса, которому загангали ещё где-то спать. То есть Баблс проигрывает. Пестиланса салона. Ну, два крипа, к слову, Баблс лидирует, да, и при этом... Он динайф меньше. Да, он меньше продинайлся, и у Баблса-то нет фрагов. Ну, конечно. Пеблс, да, 14 минуты никакого ПК не будет. На топе Хагу опять гангует. Сейчас будет Классар, Хэдсмэш. Умрёт, скорее всего. А где Хэдсмэш? Хэдсмэш был вначале, до курсы, что была огромная ошибка. Почему не переключает стимы сейчас? Там импира гангует. А, наверное, меньше хп, чтобы терять. Нужно развивать. Пытался ответить, но ничего не вышло. Моа? Должно уйти. Вот. Пеблс фидит, на миде фидит, он опять Баблс эти там. Что-то пытается сделать. Он просто развёл на ульту Пестиланс с регеном. Сумбурно действует по карте. Да, что-то логики нет, если честно. Вся надежда на Паразита вот сейчас. Которого хороший фарм, через 400 кодекс. И вот он должен уже потом с Баблсом, который внизу гангать Дампира. А не с Пеблсом, который станул. Можно промахнуться. Всё, Пеблс наконец-то идёт на мид. Много времени... Поздновато, да. Да, с тишком. Уолстона гангует на Топитон. Сейчас. Будет, нет. Он раз кастывает ульту. Хочет кагу, но... Ушла. Нужно давать замедление. Кэтмен, Кэтмен Паразит бежит, бежит, бежит. Нет. А чё не пошёл-то? Ну там на миде. Пацана я побоялся. Пестиланса всё-таки цепляют, должны убивать. Да, конечно. Успел, кстати, стану дать в этот момент полёта смертельного. Вуджостер отличный стан, но... Зачем была эта курса? Ну вот о чём я говорил. То есть вот так вот, если у нас нужно было гангать, только с Паразитом вместо Баблс. Баблс внизу, и всё. Игра выиграна. Там внизу Дампира, ну ладно, он уже... С 250 гпм он вряд ли заснул болится. До 500 в районе 5 минут. Лоудстоун, кстати, вот как вот... Он только поклубал на ульты, по-моему, выходит к крипам. Угу. Чтобы интересно... А тут появляется ульта, из кустов там её кидают, не получается, опять вот стоит так вот. Отличный к спу. Ну гпм чарты посажены очень сильно у Легиона, в принципе. Только вот Пестерин с Дампиром хоть что-то, хоть что-то могут сделать. Въезд по Лоудстоуну с ультой Паразита, должны его попробовать забрать. Ультует и Хага, а Лоудстоун живой до сих пор, но ненадолго это будет. Хага 10 уровня. Вот это тоже может решить. То есть вот эти вот... Хай левел, 4 800 к экспе. Лайт-бренд на нём, или что? Куда деньги всадил Хаг? Не заметил, не заметил. Деньги ушли. Что-то купил, наверное, может быть только неофиксбук? Должно быть побольше всё-таки. Я ожидаю побольше от Хаги на 14-й ноте, чем неофиксбук и ИПТ. Неофиксбук и ПТ, 270 гпм, достаточно плачевный. Профессиональный промах станом. Ну есть же паразит здесь, нужно убивать. Результаты, правда, ну ладно. Уду, кучу, кучу, ашек. 37 на 30, вроде как, неплохо. Обогнала шоу. Ну обогнала, да, но вообще оверал крипов маловато, а для 14 минут и 57 это мало. Это не фрифарм, есть по мастеру, а что быстрая смерть от четверых, четверых на тпшившихся. Самое ж интересное, у них было тоже четверо. А тут пятеро, тут и демпир был. Ну а как же поправил ульту, им по сути, сейчас не нужно никакого экшена делать. Угу. И паразит нужно дособирать этот кодекс, срочно. Ну он у него по сути уже есть. Ну может он хочет сразу два собрать, коли на базу пойдет. Чтоб сапоги остались. Нет, в смысле, так же разобрать, только сразу второй уровень, чем пробег все это время. Ну, не знаю, я вот не чешарю кодекс или сапог. Мне лучше сапог и кодекс, чем два. Второй кодекс. Ну, кстати, да, вы видите, на третьей, на четвертой минуте казалось, что будет супер ранний кодекс на фениксе, но как-то не супер. Ну при таком счете у него минут на 10-11 должен быть. Ну вот, да, он сейчас 15-я, то есть он где-то момент упустил, да, не дофармил, ходил между лесами, не вышли. А, кстати, он сразу купил кодекс. Не-не-не, он просто рецепт купил. Он вообще его не купил. Ну вот о чем я говорю, вот свапнули, все, пебблс пошел фарм, он 1000 даггер, и вот бабблс пошел фарм, тоже 1000 даггер. Да, лавч, афос, которые будут даггеры, один с туром, что-то страшно. Да, так-то. Тот же пебблс с минус 11 армором. Да, вообще минус 11, это же такая адская боль. Это полтора икс дэмэдж по нему, полтора икс. Да, еще воду джестер с ультой физической, вот он просто будет от ульты в воду умирать. Да, 400 в секунду, да, произвольно, ну, как бы, 16-й левел, а мы не факт, что увидим. 300 при нынешнем раскладе будет входить. 200-300, да, на 11-й левел он какой-то возьмет, же. Ну сейчас все еще будет зависеть от хаги, как она себя проявит. Если так же, как на хэмере, то я лучше поставлю моецелку в игре. Ну, по галде они еще ведут 5000, ну, 4500, но он как-то не ощущается по ритмам, вроде как. Бразил сараплечил Вайлдхантера, бежит на лоудстона, видит, но никого нет рядом, есть даггер, упестивался. У него еще нет кодекса, зачем он пытается с кого-то убить? Что он там делает, вообще не понимаю, по лоудстоту тоже нет пока, они никак не могут, еще и в лоудстоту, стоун и инициировать, тем более, что первое вскрытие, да, будет по пассивке, то есть не будет болезненным. Да, причем Продидыч вышел в тот момент, когда крипы под вышкой находятся, на мент, ну, я не думаю, что яйцы выбегут на середину карты, чтобы фармить крипов под своей вышкой. Внизу баблсы гангут. И пытается сразу отлично проявить даггер, вот как раз о том тайминге я и говорил, когда я в Дрим пикал счет Дампира, о том, что ребята не дадут, возможно, баблсы ничего сделать. Идеальный тайминг, тут вообще, по-моему, до 0.1 секунды был тайминг по раскасту и баблсы. Забрали, и что важно, забрали его для Дампира. Там башек был, стоит отметить. Я вот люблю такие моменты отвечать, потому что мне нет такие моменты, баши не прут. Ну а то я гангут лолстауна наверху, он бьет. Должны бы, должны бы. Да, убьет. Накатывает ульту, не получает дэмэдж. Хага не будет на Блинк фаны. А, будет, с батарейкой будет. Но снова нет. Нужно бы включать ПТ, Блинк скрин делать. Снова отпускает, снова отпускает, уже не первый раз. Да. Они же потратили ульту Хага, да? Угу. А нет, не потратили, не, не потратили ульту Хага. Ну, паразиты синоруны. Мне кажется, что была ульта Хага, я не знаю почему. Нет, 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 она вон есть. Я вижу, что она не в кулдаун. Он выглядел, как заюзать батарейку, переключить на инту и убил бы. Да, он и заюзал, но не переключил. Да, там даже и так было 198 маны. То есть, он Блинкнулся, треть секунды добежал бы и убил бы все равно. То есть, 200 маны ровно нужно, чтобы Блинкнулся и заюзал. Странно. Мека почему-то... Ну, решили пассивную игру поиграть. В плейте я шансов не вижу у них хороших. С дампируемой пестилансом. Отфиженой пестилансом стоит. Кстати, хотят снизу забрать дампира. Да, дайгер есть у ПЕК. Сейчас еще убил. Неплохой тос, но... Но умрет все равно. Там пестиланс. На пестиланс, конечно. Хорош. Хорош. На ульту не хватает манки. Бабулс, неплохая ульта, пытаются засеять Бабулс. Получу ульту Мастеру Варса. Но Лоудстоун заканчивает дело его команды. Это было неплохо. Сам, конечно, лидит. Ну да, это его чисто ошибка, понятное дело. Но... Обидно в таких моментах. Когда ты идешь ганговать, а гангуют тебя. Лайтбренд на дампире появился практически одновременно с Хагой. Хага очень долго несла себе этот лайтбренд. Из-за этого, мне кажется, не доделала парочку киллов. Сейчас же у нее тысяча денег сверху. Дампир только прикупил. Но с другой стороны... С другой. Дампир, я думаю, что 400 покажет нам очень скоро. ДП-шки вниз. Бежит тот паразит. Кстати, паразит мог бы сзади выходить с Минотавром и просто... Очень сильно могли замутить меч. И что, мне кажется, не будет? Нужно... Хотя бы пытаться стрельнуть. Еще и ДД на паразите, между прочим. Ульта! Ну, неплохо, конечно, но умрет на энджи. Ну, хотя бы одного забрать. Вуду мог его заденайт, между прочим. Ну, неплохо. Ну, там растеряюсь, растеряюсь в таких моментах, конечно. Но сразу соблажаешь преднайт. Ого, и оно, ух ты! Ну, Хагу не спасти. Да, не венша хотя бы пытаться... Да, не, она выжила, у нее 13-й год. Да, и, а в СКП. 13-й действительно. Странно, что бы вышло. Там просто наверху, ну, курса была рано, да. Посадили, как оставался там, в последний тихо накатал много. Буквально... Чуть-чуть бы еще побольше прокастовал. Уже вроде, вроде Мека потеряла момент, когда можно въехать на все равно кого-то. Да. Кто летит? Пестинанс летит? Да, Пестинанс. Будет тепло, хороший станут ли. Продолжение, сультует Бабуса, да. И у них инициация не выйдет. Втроем тпш, но Люси фармит одну пачку крипов. И потеряли товар. Да, еще и товар не знали. Их еще хасту вот снизу нельзя отдавать. Забрали. Второй ПК у команды Хеллборна, Бублик, тоже купил порталки. Если честно, я Эвердрима раньше так вот, ну, посредственно не читал, но сейчас я смотрю, он, в принципе, все так, в меру возможностей делает. А вот я именно на Дэмпире, я уже говорю, отмечал я игру, и вот действительно к нему ни одной претензии не было. То есть вот все отлично. Как, впрочем, и в прошлой игре на Силке, тоже к нему конкретно ноль претензий. Вот ноль. Я говорю, я вот читал вот так, посредственному игроку, но сейчас ноль вот за ним, в принципе, он не фейлит, вот, если честно. То есть таких вот больших ошибок, как там проиграть мид пестилансу забабблся, таких нет. То есть Лайн, он как отстоял, фармит 120, крипов он 115, больше, чем у Хаги. А он стоял против триплы, формально. То есть фарм есть, левел тоже большой. В принципе, хорошо играет. Очень хорошо играем. И действия все очень правильные. Опытный очень игрок, и действительно хорошее игрок. Действительно, хорошее игрок. Опытный, не было слово. Опытный, щит. Ну, конечно, ухо Ги, вот, мало фарма, как мне кажется, 21 минута. Книжка должна быть в таких случаях. На мидлайне бэйби крем минус бабблс, получится ли что-нибудь бабблс, попробовал бассейн. Вообще опять отличный тост, кстати, отбавился. Ага, умрет, точно. Не очень хороший размер, а поэт Домейкер. Я бы сказал, совсем плохой паразит с кодексом. Ворвался, Дампир разобрать не смог. Пестик ответил фрагом. Даже не одним, судя по всему, даблкил для лаванстафа. И 4 минус... Паразит должен уйти. 4 минус на одного инженера. 6 тысячи экспы просто отыграли. Сейчас один темфайт. Они проиграли 6 тысячи экспы. 4 тысячи голды. Да, это очень сильно. Ну, как-то темфайт у Микки, я не знаю, не так, как нужно проходит. Что там делал Мо, что Бабблс там как-то не так зацепил. Потом уже из-за этих двух ребят встряли все. Да я даже не знаю, мне кажется, что Бабблс, когда давал ульту, он думал, что он дает дефенсив ульту, а тут вдруг все такие... Ого, ульта Бабблса! Я иду, я иду. Драться сразу всем, да. И неудачно пошло, неудачно. Тут уже пистиленс болезненный, 14 уровней. Если пистиленсу сейчас будет еще переть на баши, к тому Хагу в соло убивает. В принципе, два баша, и он убивает Хагу. А если еще Акаша не даст пиявку, а просто бухните, то он ее точно убивает. Ну, дампир и книжка. Это, конечно, тоже сейчас разгонит его ГПМ с 360, да. Ну, собственно, он уже первый даже, даже уже первый. Вспоминая начальную его ситуацию, должно было быть иначе. Но похоже, что мы близимся к третьей игре, а вот очень Иксы сейчас минимизируют количество своих ошибок, так скажем. Мека поздно очень свапнулась. Паразит ушел давно из чужого леса, они только после четырех минут отреагировали на эту перестановку лайна. Сейчас у Пербла должно было быть больше айтемов, где-то тысячи на две с половиной, где-то так. То есть это уже было бы почти БКБ. А с БКБ попробовали... О, он накатывается на ульту, пытается выжить, но... Все-таки не получается. Ну, разменяет это хорошо. На паразит, тем более паразит. Первая смерть, первая смерть. Стрик еще отдали. 10. Доминейшн, правда, но стрик... Доминейшн, то дайгер скоро. Ого. Такими темпами, если отдаст, скажет в угоду, что бомбардил, то инженер с дайгером очень сильно бафнет команду. Ну, по фарму вроде Вакаши и... Это одинаково. Да, хак. Ощущение такое, что она проигрывает. Сверху по фарму. Еще убивает Пеблса. Да. Ну, БКБ Хаги может еще сделать какой-то переворот. Да, ну, собственно, еще в мидлгейм, еще не супер лейт, да, айтемов еще мало. Но пока что плохенько. Демеджа мало. Микки, вот сейчас, когда Пестинс купит БКБ, его нечем будет играть. Просто нечем. Его нужно будет играть до БКБ. А хексов нет. Таких. Спеллов тоже нет никаких. Баблса, с первых первых, с первой тыщки ББ, Берселен, зло, Бабулса по... Пахасти. Пасающий летать ранг, как считает. Заберут. Заберут Эверваста. Эвердрим, в смысле. Два килограмма для мигки. Ага, долго ждала, куда дать тюль, что-то побегла в лево, в право, и то потом выкинула. Не могу переделиться. БК на Владе. Еще такой момент был, то, что там вот банка от... Буду джейс, она прямо от Хаги Бабулса, от Бабулса к Хаги. Прямо туда-сюда прыгнуть, это бедно. идеальный путь но тем не менее парочка фрагов кроме пачки фрагов дают еще и конгура команде меня к алицей с этим ничего не смогут предпринять но самого легкого конгура в жизни у меня как правило по словам да мы должны забрать сразу берут когда можно потанчить все все танчатах агане тимплейный себе забирает сусноу токен но я честно говоря дал бы его пиво существенно но я был задача одна влететь дать рассказ 20 секунд это принципе я не думаю что это стоит токена поэтому принципе каши да это может тем более сейчас можно заражить секс тут же они покупать бкб за счет токена и вот этот чек сможет уже решить на пести он сихонь внушел успеет за 7-6 половина минут на парня на шесть половина причина но если есть что то еще помню но если у вас нечего помню он не я на парню на бабусе нет на хаге а я ничего нету и мне кажется что не исправится даже 400 гпм даже при текущих полторы тысячи денег нужно собирать до собирать еще приличный объем за пять минут на фармить в лучшем случае там две две пятьсот ну плюс у него еще топов бкб поэтому эффект отлично не будет да это конечно ну я не знаю вот если честно покупку бкб когда у тебя токен то есть по сути ты с этим токен должен вынуждать в фокусе тебя бкб ты не фокусишь себя то есть это такой момент а зато можно дать уже ровнее рассказ ну правильный рассказ ты должен сам по себе давать уметь правильно чисто как игрок по позиции там позиционирование и прочее но в плане это легче делать ну да бкб был более рискован если там есть пистолет или нет лучшие фармии там кстати застаканы а у легиона нет не застакан но были по моему опять кстати яйцы в прошлой игре вообще эншентов практически не видели в этой игре так же мека по ответственнее к этому вопросу подошла ну вот кстати еще вот как будет собираться дампир если это будет шранкин ну пестинус шранкин то мне кажется это будет win-win win для них да это будет для них win потому что инициация есть и так то есть пестинус даггером тут еще инициатор намного лучше дампира тут в принципе так хватает тем более лоудстоун даггер есть и ну нет я смотрю доминашн отказался от каких-либо долгосрочных перспектив накапливания денег это большая батарейка и шубочка но тем не менее лоудстоун и пестика для инициации хватит на топе инициировать на лоудстоуна парадит с даггером о как его там сожрали просто опять же много тп было потрачено кода кстати лавел one у паразита и сразу да он взял правильно решил да пкшка хорошо хилфлаур кстати рашид ну как рашид рашид уже именно рашид Краатшид! Как это не со скоробейчика? Да в общем, слово Рашид, можно сказать спешит, да Может быть и спешит То есть он хочет ускорить максимально свой Хлфаур Но да Пока что еще не очень много он из него собрал Да бабуз, Рашид, разу же мы об этом заговорили Да я высказался Ты видел, как я высказался Так в какой форме, что книжка Это не самая лучшая инвестиция денег Ну да, и сразу так агрессивно Реджендо обоспринял твою инфу и вообще даже Лайтбренд проигнорировал, а что? Ну да, ну я не знаю просто Книжки на Баблсе реально просто Есть много героев, кому инвестиция, книжка идет Хага, например Ну да, ну Пиромансер, почему нет Тортур, зачем Баблс, которые Два каста с 12 секунд Кулдауном и не сам, они не для дайдера Не болезненные особо, да, не для этого даются Они для дизайбла больше, вообще И для эскейпа Не то Не пестил он сам, Шанкинг Хэд А Дампир, кстати, ПК Все-таки, как раз, смотрю, 3000 денег Думаю, будет то или то, то или то Нет, все-таки это не Шанкинг Хэд, это все-таки Портал Кейс за пестиком продолжать Ну, это не плохо Я не скажу, да, что плохо это, нет, не плохо Это альтернативное решение, когда... Успел катапульту сесть А, в лакфоц, она в любом случае Убили Да, тем более тут 5 5 пацанов И отдают вышку на топе Да, в связи с смертью подойдет Ну, хотя, на самом деле, деблс Не целый, так сказать Они бы так и так ее не защищали, но Получили кряный бонус Кряный бонус, где поразит Фрагами поразит Тебе, кстати, опять нужно в рот засунуть Угу Да, 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 да Продолжай, слушай Есть токен Отъезжают Есть токен, есть БКБ Ну, вот сейчас нужно драться, конечно Микки по возможности Ну, баблс по-либо делам занимается, как я это называю Скидпуши это всегда хорошо В принципе, даже могут отдать тир 2, конечно И пытаться разменять на мид А если не разменяют, то уже с выходом паразита Ну, 20 разменяем Ну, 20 разменяем, как минимум баблс есть на развод Ну, вот уже топы идет, но сейчас нужно с токеном-то реализовывать Ну, на самом деле, вот эти две таверки верхние Итсом бы остались, по сути, на халяву, когда есть токен на хаге И так-то, кстати, опять сделали преимущество по голде Достаточно таким резонным Для 30-ой минуты вообще не злое Так, я говорю, спасибо, до свидания Не, ну, как бы, мучительно, но сопротивляется Ну, все равно важный фраг Ну, очень важный фраг Сейчас еще видят Вуду и Инженера Ничего себе фрага Да, ничего себе Вуду умрет Видел же? Куда же Надо идти? Надо Нужно догонять Да есть токен, есть БКБ Нужно убивать Не идеально отыгрывает Эфлсноу, откровенно говоря Ну, зачем? КП на базу Через минуту токен, конечно Да что ж, зачем? Выживает, ну, неплохо, ладно По итогу неплохо, хотя рисков было много лишних амхов Нет, зачем? Можно было дать токен, пойти сломать мид И ты бы еще по миду вышку забрал А, типа, команда, ну да, команда же рядом Вот это, ты прав Нет, ну, в принципе, минус 30 секунд, минус 2 Они так заберут без хаги Потом сохранить токен, это минута, да? Минута еще до сих пор есть, ровно вот минута сейчас Да, можно было отдавать Я не знаю, почему не инициируют Они знали, что хага улетела Есть паразит, в рассказ ставил пестельница в Шранкен Не больно совершенно ему было Паразит без рассказ, ну, с кодексом Кодексом может в кого-то в кого-то всадить, но хага подбирается или нет Хага даже не идет Куда? Куда Эфлсноу путь-то держит? Ну вот, они пошли без хаги, отдались вдвоем И сейчас еще мид потерять, то есть я вот не знаю, что хага вообще делает Это боевой было очень плохо, согласен по итогу Очевидные вещи такие Еще обернулось хуже, чем, мне кажется, даже могло бы обернуться Еще ульту баблса потратили, запалили бхб пеблса Кучу всего потратили и отдадут мид Ради ушел на крипах, вот это тот Вот сейчас хага пойдет там фармить На крипах его выкинет Зачем вообще был смысл ей давать, если она не собирается утратить То есть лучше бужда пеблса отдали Который сейчас бы встал с Шранкенхедом, хотя бы ушел Ну и может Акаша бы успела Ну она бы успела, но была бы без ульты все равно Он-то, ну уж слишком сильно там раскастовывал Странные вещи, говорят мне, очень странные При этом все равно чуть лидирует, но так, не критично совсем По сути, повезло, конечно, с ганга на Дампериод, конечно, реально повезло То, что они его убили на своем лесу Неожиданный такой подарок судьбы И так плохо реализовать этот килл Ну там был варс Ну и Ци, вот они убили, они даже убили паразита И они реализовали на две вышки этот фраг Убила мека Дампира, ключевого персонажа Они реализовали на одну вышку и две смерти своих Ладно, две смерти чужих, две своих и токен потеряли Еще То есть, видна реализация именно Момента Очень дешево отделали Си Ци А чей буллорг? Он буллорг пестик Скоро хекс Скоро хекс у лоудстоуна Да тут вообще-то скоро хекс у лоудстоуна, если так пойдет Ну я не уверен, что это он будет, но вероятность нет, это шаманка Барьер даже Ну Тайдл, ну против Хаги хорошо Хорошо, да, Хага Ну собственно, там не Мэджика то собственно и нет Особо Лишним не будет В принципе Тимфайт на этом никогда лишним не бывает Если ты собираешься драться, разумеется Празднование аж Мека побеждает 1-0 ДД в виде обе команды его Нужно сохранять Нужно ботлить его От Баблсу Хотя бы Сёфу нужно безопасно забирать Я был заберет Да ну, вот с ДД нужно Кангору сейчас ждать И с ДД уже забирать Кангору Да Кангора совсем под? В полторы минуты? Да 2кб Вуду Вот это кстати серьёзно Вот это кстати серьёзно это жуки то его особо не затыкать это опять только ульта паразита единство чем остановишь ты его ченнелинг очень болезненный ну по сути паразита тут не на что больше тратить ну только на инженера вы видели как пеблс на миде инициировал он прыгнул назад он бежал на хиппестился и прыгнул назад даблкликом на дагере да видать видать ну у него даггер на ку и дать им просто хотелось быстрее стал дать тоже и в итоге получилось очень плохо не убили песни нас ну в принципе это бывает не суть важна доминейшн развардил нижнюю руну здесь были варды от обоих команд но варду ревайшн стоял только от софт конечно же вард мекки пропал конгора ну как бы никто не видит но скоро я думаю на этом займутся кремнию дд он должен появиться то есть сейчас отдавать дд хг конечно и вот с дд уже убивать конгора и все я думаю не пойдут а дд ломится да там вижена нет там там тем более хайкграунд байбеки есть вышка на тир 2 будет на крайней поэтому лично такая конечно легион дефить конгора сложная но и у дампера пока нет бкб без него они тоже пойдут от ломбера защищать есть конгора но сейчас есть помоа конечно нельзя так умирать ну я смотришь на карту и они почти не хотят здесь стоит варп в лес потеряет или не теряет по нему въехал дампир продолжает по дампиру промахнулся станом кстати и умер еще поразить сейчас умрет скорее всего от вуду о хорошего то отходи баба сумирает вуду так как и планировать накатал фул ульту не придет на башек пеблс байбек тем временем должен дамп такой не тагу чтобы не отдать мне сторону дамп увидел байбек и возвращается но пеблс промазал станом опять с даггером все таки нельзя по цели в него въехали а не он он отмахивался станом и промахнулся но не важно это это байбека стоит именно мисс стану он мог просто отдать стан и отползнуть куда нибудь и уйти даже просто уйти пешком 2 секунды стан нам позволяют бездарно использовали дд да еще и рвали мы собрались дампир купил вот сейчас если не ниндить конгора пока шранкины в кулдаунах дампир купил шранкин только что да ну пестиланс и вуду шранкина в кулдаунах то есть мека должна была ниндить конгора по-быстрому безвижную соку еще стоит отметить вуду это инвиз что ли сейчас будет еще или что сала это я одобряю он квотерстав просто купил это я просто знаю что генчик тоже бывает иногда раш инвиза приходится причем он действительно его рашит ну да там прямо в ботинки инвиз там получается приходится жизнь такая нелегкая я бы вообще мог поймать на ворде щас опа сбивает хорошо доминашн сбивает даггер в в в сочетании в таро в 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 ч남 в в которое в larda м сегодня в в дорпом в три минус 3 токина Три минус три, токен и куча XP, куча XP просто дарит. У Bubbles может, конечно, попытается что-нибудь сделать. Уже нет. Ну да, конечно, там. Без вижены сложные. Все очень плохо, блядь, Мекки. Очень плохо. Плотно идут, да, но все хуже и хуже становится ситуацией. Но у них скоро будет два текста, может. А Мека продолжает ошибаться, кстати, да? В начале игры я сказал о том, что Мека, если не будет так сильно ошибаться, как в прошлой игре, то у них шанс есть. Но решили они этого как бы не исправлять. Ошибаются крепко и много. Это не очень прощают яцы. Не очень, а конкретно не прощают. ДД еще одно на топе. Сейчас яцы возьмут от ДД, это будет минус страна, скорее всего. Сейвят, кстати, дальнейшую руну. И дампир идет с ДД. Есть токен, есть ДД, есть шранкины. Вообще очень хорошо дампить. Да, и нужно реализовывать это хотя бы на вышку, на боте. Причем они его могли забатлить, но сейчас ДД кончится. Да, наверное. До момента, как они отрегенятся. Мне тоже кажется, что, зря, пестик был рядом с ботлом, забрали ДД не сильно удачно. Дампир чисто с ним пофармит, по-моему. Меки, конечно, вижу, но вообще нет никакого. Две хиксы через 600 копеек. Две хиксы сразу. Да, я говорил, что это может как-то спасти ситуацию. Но там уже педаймоник на пистиленце. Ну, честно говоря, в три шранки на эти две хиксы будут специфически смотреться. Ну, после неправильный полюбор, заебор, даже спонсор. Догнать. Раскайтить на баблсерк. Хаге-то можно, но есть уже даже хикс. У Хаги? Я так понимаю, через двести у баблсерк будет. Да, можем быть. Да, но в бублику только арба осталась, действительно. А у него купался, поэтому должно быть. А у Хаги только Войт, да? Войт-талисманчик, Мантул. Не, у нее есть уже. А, у нее уже в сборе, уже в сборе. Да. Лотстон там, кстати, тоже начал на хитлафлавер собираться. Видел, у него штука появилась. Или нет, баблсерк. Летит там хикс, да? Да, летит. И сейчас вот могут забайтить на топе, на Хагу. Если все выйдет, все выгорит весь план. Хотя оно умрет от прокаста песни. Да, я тоже не могу. Что может выгореть? Поэтому даже байтить толку не на кого. Разве на пеблсер? Ну, пеблсер инициатор хороший. Нельзя его так отдавать. Ну, что-то вот на топе мека собирается делать с двумя хиксами, пока они их не палили. Это хорошо. Мне кажется, они на крепчиков байтят. Да, могут. Вполне вот там, как раз, все два вышка. Все рядом. Это бот сало на воду, кстати. Ну, бот тут идут пушить с токеном и ци. Нужно размениваться. Нужно почаще избегать, конечно, драг. Бобус, кажется, мне сейчас будет умерли, бумерли, нет? Опять еще один. Непонятно, кто кого подсиживает. Ну, видят же, что на боте там пир не один. Зачем стоит мека на топе? Нужно хотя бы заплепушить. Опять кучу времени потратили. На осмысление ситуации. Да, блюжные выходят сами сплитить. Ну, под керасой там, конечно, сплит намного проще. Ну, хотя бы на байбеке себе этой вышкой пытаться нахармить. Неужели не размен базы будет? Вообще, это минус хг, мне кажется. Нет байбеков. Будут ли тпшки? Пеблз полетел. Да, вся команда вернулась. Это очень долго. Пеблз нет маны толком. Не, у него есть стики. Ну, надень, проказ даст, и все, на этом все закончится. На халяву отдали, товар просто. Могли все пораньше сделать. Вышли бы пораньше пушить вышку, сломали бы раньше, тэпнули бы раньше. То есть, эти моменты 10 секундные. Сейчас есть байбеки? Нет, нет байбеки. Ни у кого нет, вообще никого. У Пеблз только есть байбек. Он умрет и не будет. Там у него же как раз 1000 байбек стоит. Будет. Нет? Вот, открой плеерс, вот видишь, когда синим горят, значит есть байбек. Это на текущий момент. Нет, это на данный момент, да, я знаю, что если он умрет и потеряет деньги, то не хватит. Собственно, если бы песенился, песенец должен бы, наверное, уметь. Умирает очень неплохо. Дампира получится ли забрать, но у него еще есть токен, он не против бы, наверное, умереть. Лоустон неэффективен Бабблз, должен улететь. Да, Бабблз уходит. Ох, какой прыжок от Дампира, лол. Дампир по серфу Бабблза пролетел. Это было, выглядело очень странно, Дампира заберут, токен умер, лоустон. Сейчас, по идее, должны второй раз забрать. Может быть и второй, на шранке, на шранке. Нужно блинкаться, и хех, вперед, нужно, нужно вперед блинкаться в таких ситуациях. Ох, отдали линию Дампира, конечно, ну парочку фрагов сделали, но это все равно не сильно. Дампир, к слову, так домой несет 6 тонн. И, вуду джейстер, Хэлфлауэр взял, мы сборим. Да, конечно, лоустон вообще ничего не сделал за месси, я так и не понял, где он был, почему ульта была так поздно. С даггером можно... Если я, кстати, вроде тоже ничего не сделал. Если он захексили, его там 2 хекса в него потратили, а почему лоустон ничего не сделал? Это странно уже. Может он хотел на Дампира забайтить, только это объяснение. Ну, типа, чтобы его убили, а потом он влетит уже после. Может, поэтому он ждал так, до луга. ФС. Ох. Это тоже проблема. Жирный такой Дампир. Это реально проблема. Тяхил Флауэр поразит тоже. Неплохо. Флауэр 2 хексы, понятное дело, что если его втроем найдут, убьют, даже неважно, чтобы он купил, да? Но, с другой стороны, в файте он теперь конкретно потеряет страх. Будет он врываться все время. Не рассчитывают, ребята, что 2 700. ХП 2... Ну, с тимбутцами на струнжу, это 2 900. Да, сильно, конечно. Очень сильный Дампир. Прям вот по фарму, вот так смотришь на него на 44-й минуте, в принципе, хорошие вещи. 4 айтема. 500 гп. Кстати, а демон байбэк-то когда делал? Чё-то я упустил в тот момент. Тоже я не обращал внимания. Рейдж байбэк где-то был. Ну вот, кстати, если они его убьют, он сделал байбэк, то вот этот уже в лейте может решить даже сильнее, чем именно сам лейнап. То есть байбэк, конечно, решает в лейте. Даже странно будет потом пересмотреть, что ли. Кажется, у меня сегодня где-то ранний был какой-то. Ну да, судя по всему, потому что когда на лейне его убивали, он тэпался и байбэкался и тэпался, что ли. Странно как-то. Даже он толком и не умирал же после того, как лейнинг фаза закончился. Ицы, кстати, пушат. Странно. Потому что у них лейтгейм. Чего они ломятся против хиксов, байбэков. Можно только чувствовать, что у них преимущество пошло. Причем оно вообще небольшое, на самом-то деле. Ну, так-то да. Сейчас байт про байбэка Каши, которая два байбэка даже, по идее, может себе позволить. Ну, если за тем файтом немного голды наберет, то, конечно, у нее будет два байбэка. Это уже... Это удаст очень много экспы, некий. Да и поразиться хорошими шмотками. Странно. Сейчас нужно было такого инженера отцеплять, выбивать. Загулявшего. Да. О, яд по дампиру. Нужно хикс. Есть хикс. По дампиру, дампир достаточно живой. Нужно второй, второго пока нет, но... Дампир погибает. За это, правда, умирает половина команды Хеллборна. Даже не половина, а, походу, вся. Я использовал до сих пор. До сих пор бамблс не использовал хикс. И сейчас я. Нет. О, хорошо, вот это было хорошо. Это было неплохо, да. Но все равно хикс не дал дампиру, он дал раскаст и... Вот это вот и привело к такому. Что он раскастовал, да, перед... Вот, говорю, не дали хикс. Бамблс не дал свой хикс. Ага. Может быть. До свидания. Что это было? Опять отличная игра. ТФЛ снова, вот консилид, мякин. Зря, конечно. Так. Отдали игру, если честно. Лейнинг фазы начали хорошо. Потом вот этот не засвапали пеблс, это вообще... Очень много времени ушло. Прям вот, ну, очень много времени ушло. Затем хага как-то, неважно, отыграла. И Бамблс, который проиграл. Да, Бамблс, проигрывающий песен Сулумит. Я первую жизнь с гангом. То есть, с гангом. Любой герой может выиграть другого с гангом. Как такое произошло, я не знаю. То есть, чисто как-то на индивидуальном скеле и затащили эту игру. Долго еще так выводят консилидки, дизморали. Главное сейчас третья игра, конечно. Ну, да, это будет, я думаю, достаточно серьезно. Тут Мекке нужно держаться в тонусе, потому что видно, что немножечко припали они духом. Как говорит Тим, сходить умыться надо. Ну, типа такого, да. Минус две линии, третий его, вот консид. Да, видимо, кто-то хочет играть, кто-то не хочет играть. Вот это уже очень плохо. Я очень люблю, когда команда все-таки знает, какое решение. Если это консид, то это должно быть командным решением, и все должны сразу, как бы, понимать. На самом деле, одна сторона, но... Можно играть. Две? Ты про них забываешь. Ну, полторы, можно сказать. Не, ну и две уже формально все равно. Ну, конечно, да. Я не увидел, почему, что барак на низу сломали, оказывается. Ну, тысячи конгоры сейчас не заберут, то можно уже консид. Если заберут, то еще можно поиграть. Ну, и, конечно, кодекс на Паразите, обещающийся на 10-11-й минуте, который... На 16-й, да. Вообще он должен был быть. 4-0-3, это очень быстрый кодекс. Это просто, если АФК фармить, только 16-й можно сделать. То есть, по сути, с таким дичайшим бустом, Паразита не было все равно тоже фарма. То есть, не у Баблеса. Не у Сноубойлеса. Не Баблес, не у Сноубойлеса, не Паразит. То есть, два персонажа, которые должны были... На которых ставка была, раз Пеблес ушел на бот. Но когда Паразит ушел, Паразит... Кажется мне, что это потеряно. И Хекс, Дабир контронизирует. Баблес сразу же его бьет. Неплохая ульта от Хаги. Баблес все еще жив. Дабпера забрали. Выкуп Эвердрим будет вынужден сделать. Мне почему-то как... Хотя нет. Нет, отгонят. Что это было? Зачем Хекс? Очень странный езд. Баблеса в соло. Он получил в ответку Хекс по-моему. От Лоудс, да. Это уже по-моему даже не то скорее. Вот я умер. Все, давайте теперь уж точно. Все, я вот так вот буду делать теперь, да. Теперь мы точно не выиграем. Стремим за Дэфити. Давайте точно консист. Так вот, что я говорил по поводу того, что когда Паразит ушел в свой лес, он по сути пытался гангать только Лобхоу на это время. Ухага и сама должна была выигрывать. Ну да. Как быстро умирают, так каша. Такой себе въезд по пести. Третий. И уже, я думаю, окончательный. Да, вот консистент команд Хеллбор наконец-то удался. И Мека сдалась. Проиграла команде Итс в этот раз. Ну, тут уж, знаете, мальчики, кроме как... Ну, сами проиграли, сказать мне, пожалуй, нечего. Это и в прямом-переносном смысле. Ребята, эту игру конкретно в определенный момент решили, похоже, отдавать. Ну, по крайней мере, из того, что мы видели в их действиях. Ну, встреча привела все-таки к логичному Бо-3. Я, честно говоря, в каждом Бо-3 такой глубокой стадии серьезного турнира хотел бы ожидать в третьей игры. И она есть. Третья игра Итс Мека. Сразятся еще в одной встрече за то, чтобы пройти по лузер-брекету в финал этого самого лузер-брекета. Сейчас у нас полуфиналы. В финале ждет команда СВАГ. И ждет она победителя из следующей встречи. Оставайтесь с нами. Она уже очень скоро. Игру, я думаю, не прям сейчас создадут, но через пару минут уже все будет готово. Субтитры сделал DimaTorzok